Здравствуйте. Добрый день, дорогие коллеги. Надеюсь, хорошо слышно. Поставьте огонёчек, чтобы я видела, если слышно и видно. Вот, вижу, огоньки пошли. Здорово. Здорово. Ну что ж, мы сегодня поговорим об интеллекте человека. Начали когда-то измерять IQ, потом появилось EQ, потом ещё что-то. Так вот, вообще, сколько типов интеллекта у человека есть? Добрый день, дорогие друзья. Вижу ваши солнышки, улыбочки. Ну что ж, посмотрим вообще, что такое интеллект. Если мы смотрим словари, то это восприятие, разумение, понимание, рассудок. Так говорит нам в Википедии или различные словари. То, что это умственная способность организма, выражающаяся в умении, решать задачи, справляться с проблемами жизненными, которые у нас встречаются, осуществлять познавательную деятельность и приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, а также управлять этими изменениями, чтобы они пошли так, как нам более гармонично и удобно. Друзья, а давайте сделаем вот что. Представьтесь, пожалуйста, что вы преподаете, из каких вы городов, потому что это интересно. И вообще, как вы связаны с образовательной деятельностью? Делят интеллект на две части – подвижные и кристаллизовавшиеся. Подвижные – это когда есть логические мышления, это стадия становления интеллекта. И интеллект кристаллизовавшийся, который уже устаканился, который уже действует, работает. У нас есть инструментарий весь необходимый. И вот я смотрю, у нас учителя музыки, математики, детьми нарушением интеллекта, детский театр – здорово. Кстати, театр способствует развитию нескольких сфер интеллекта. Мы как раз сейчас будем об этом говорить. И Зоя Черчения, воспитатель. Так, коррекция, школы искусств, английский, русский, психолог. Когнитологию преподает – это здорово, это здорово. Педагог-психолог. Ну что ж, друзья мои, я вижу, вижу. Методист, библиотекарь. Очень хорошо. Ну что ж, значит, у нас как раз сегодня информация очень обширная. Интеллект, оказывается, у человека, он не узкий, он не в одном направлении. И мы дальше увидим, что, оказывается, есть разные классификации. Есть 8 интеллектов, 9. Мы сегодня рассмотрим вариант, когда у человека, который предложил Говард Гарднер, когда у человека 9 интеллектов. Виды интеллекта еще бывают эмоциональные и социальные. Вначале их делили вот на такие простые подразделения, да, подвижные, кристаллизовавшиеся, эмоциональные, социальные. И что у каждого, значит, интеллекта есть уровень активности, насколько он активен. Первая активность – это стимульно-продуктивный. Это когда кто-то что-то сделал, есть внешний стимул, и человек проявляет реакцию. Он решает возникшую проблему. Это стимульно-продуктивный интеллект. При том, что кажется он примитивным, он довольно сложный. Почему? Потому что если у человека нет какого-то внутреннего запаса, на такой ситуации ему очень сложно ответить. Иногда новый опыт приобретается именно за счет стимульно-продуктивного. Почему? Потому что, можно сказать, нарабатывается опыт, а можно сказать, что он раскрывается. То есть где-то он был в подсознании, но как только задается вопрос, находится ответ. О том, что у человека есть ответы на эти вопросы, он понятия не имел до тех пор, пока не было надобности в этом. Бывает иногда, что вот кто-то задает вопрос, и вы вдруг удивляетесь, что да, оказывается, это так. Просто не было вот этого вопроса, чтобы на него появился ответ. Вот это стимульно-продуктивный интеллект. Есть эвристический, это спонтанная познавательная деятельность, которая приводит к открытию ряда закономерностей. Он присутствует особенно у маленьких детей 3-4 года, когда «О, я сделал открытие!» «О, я это понял!» «Оказывается так!» Вот это удивление, как раз и есть эвристический уровень активности интеллекта, когда вдруг «Вау!» Вот этот интерес открылась. Он сделал какие-то вещи, играл, играл. Оказывается, вот есть такое. Это результат наблюдения, результат своих действий. Есть креативный. Это высший уровень умственной деятельности, при котором происходит полноценное проникновение в суть. Это когда человек организованно, сосредоточенно изучает, входит внутрь проблемы, решает эту проблему, ставит новые задачи. Вот это уже креативное. Он присущ людям уже более старшего возраста. Ну, дети там 10-11 лет, или в том случае, если у человека есть устойчивый интерес к чему-то, и он начинает это глубоко изучать. Вот это уже третий, наиболее развитый уровень интеллектуальной активности. Теорию множественного интеллекта Говард Гарднер разработал и предложил, разрабатывал, конечно, раньше, уже в 83-м году. И что это за теория, что здесь имеется? Он определил, что виды интеллекта могут быть девяти видов. Это натуралистические, музыкальные, логико-математические. Та, что из них мы сейчас будем рассматривать отдельно. Лингвистические, вербальные, экзистенциальные, межличностные, внутриличностные, телесно-киностические и визуально-пространственные. Ну что ж, мы сейчас как будем рассматривать, друзья мои? Мы вначале будем рассматривать сам интеллект, а потом способы его развития, как его можно развивать. Хорошо? По ходу, если у вас будут возникать вопросы или какие-то идеи, как вы это в своей работе делаете, пожалуйста, пишите в чате и делитесь опытом. Ну, потому что, например, если есть художники, то насчет визуально-пространственного интеллекта, который это как раз их ипостась, они могут сказать что-то большее. А как мозг определяет, какой вид интеллекта применить? А давайте я вам отвечу, Олег Горбунов, на этот вопрос в самом конце вебинара. К концу уже, когда я расскажу обо всех, вы можете еще разочек задать мне этот вопрос, чтобы я не забыла, потому что уже в конце будет легче это сделать. Когда у вас будет определенная база знаний, я расскажу, раскрою. Ну что ж, визуально-пространственный интеллект – это когда человек ориентируется в пространстве. Ведь бывает, вы идете куда-то и не помните дорогу, а водители один раз проехали, а не помнят. С одной стороны, это внутренний механизм запоминания. Дальше – это еще и память художника. Художники смотрят, запоминают, они замечают какие-то детали. Есть вещи, которые мы смотрим, ну да, смотрим, но мы замечаем только то, что нам интересно, что является, занимает зону нашего интереса. Я приводила пример несколько раз в различных ситуациях истории моего племянника. Маленький ребенок, ему 5 лет, открывает книгу, говорит, о, машина, машинка. Говорю, где машина? Машинка! Я смотрю, там семья сидит, каждый чем-то занят, бабушка, дедушка, внук, собачка, кошка. Игрушки, машины, ничего нет. В аргуде машина? Он показывает, у девочки малюсенькая книжечка. И в этой малюсенькой книжечке нарисована машина. Он это заметил. Понимаете? Его интерес у маленького ребенка – заметить машину, и он ее заметил. Например, та же самая машина едет по улице, ну, я вижу только цвет, а мой племянник увидит и его фары, потому что ему интересно, низкая высокая посадка или что другое. Вот здесь у него развит визуально-пространственный интеллект в отношении одного объекта. Если я его спрошу, какое там было рядом дерево, он об этом не расскажет мне. Дерево сейчас на данный момент не является центром его внимания. Его внимание сосредоточено на машинах. Он про машину мне все расскажет. Да? Вот такой интерес. Даже модель, какого года там, где-то есть царапина, не царапина, он моментально это выхватит. Вот это и есть интеллект. У него, ему сейчас 9 лет, он рассматривает то же самое, там старший племянник. Им это интересно, а не это видеть. Другая моя племянница, художница, она замечает гораздо больше тонких деталей. Она больше замечает интерьер, природу, характеры, светотени. Уже благодаря тому, что, смотрите, это третий уровень креативной развития умственных способностей интеллекта, когда она осознанно рассматривает уже соотношение размеров, светотени. То есть визуально-пространственный интеллект – это умение видеть глазами, ощущать расстояние. Им, эти люди любят читать, писать, рисовать, быстро собирают пазлы. Им важно, вот если такому ребенку вы, или ученику, взрослому, даже если вы сам такой, сами такой, вам легче не читать текст, а визуально ухватить взглядом таблицы, диаграммы. Именно для тех, у кого развит визуально-пространственный интеллект, то, чем подходят ментальные карты Тони Бьюзона. Да, вот эти, когда, как пулки вы рассматриваете, и сразу, оп, взгляд ухватил. Взяли и запомнили. Так вот, как можно его развивать? Есть очень такой потрясающий метод развития фотографической памяти Айвазовского. Что он делал? Он смотрел на объект 30 секунд, может быть, минуту, и закрывал глаза, и в уме сопоставлял, что он видел, выстраивал детали этой картины. И когда ему казалось, что всё, он всё увидел, ещё раз открывал. Именно благодаря этому навыку он смог нарисовать столько картин моря. Море постоянно меняется, оно не одинаковое. Он заметил, а как запечатлеть вот этот один миг изменяющегося моря. Именно за того, потому что в нём развелась вот эта фотографическая память, что он зафиксировал и нарисовал. Так, я всегда замечаю сочетание цветов природы, могу останавливаться из-за того, что увидела интересное сочетание. Здорово, Марина Данилова. Смотрите, здесь сочетание двух интеллектов. Мы пойдём раньше и увидите. Ментальные карты – это про меня, да. Пространственное мышление формируется до 12 лет, дальше развивается, основывается на визуализации, анализе. Да, дети начинают рисовать с очень малого возраста, с 3-4 лет, и чем больше мы развиваем, обращаем на это внимание, тем больше они развиваются. И что получается? Вот можно методом этого развития фотографической памяти развивать именно визуально-пространственный интеллект. Есть другая игра. Иногда родители, взрослые дети между собой играют, ходят и обращают внимание. Вот этот человек. Прошли дальше. А потом каждый по очереди говорит, во что он одет, какой рост, что запомнили про этого человека. Прошли мимо дома, понаблюдали, всё, сколько этажей, сколько окон, сколько балкон, на каком балконе что заметили. Вот постепенно развивается визуальная память. То есть это запомнить, перечислить. Дальше. Чтобы развивать визуальный и пространственный интеллект, что мы делаем? Работаем со схемой. Цифры, какие-то факты переводим, переводим в таблицы, в диаграммы. Рассматриваем карты и пытаемся разобраться с картами по местности. Это также рисование, черчение. Есть простейшие упражнения на детей, 10 отличий, да? Итак, к сожалению, рисование 1 раз в неделю, очерчение не обязательно предмет. В Японии 4 раза в неделю предмет рисования и каллиграфии. Да, насчёт каллиграфии, это вообще потрясающий инструмент, потому что он развивает усидчивость. Сейчас вот если есть возможность в школах делать уроки каллиграфии как дополнительные кружки, очень рекомендую, потому что в работе у нас, у детей сильно не хватает концентрации. А когда они начинают медленно выписывать и двигаться, у них развивается не только чувство пропорции, красоты, вот этот пространственный интеллект, но и рука учится управлять, воспроизводить всё это. Улучшается почерк, внимательнее, усидчивость. И очень много, конечно, положительных эмоций развивается, когда ребёнок занимается вот этим. Кстати, очень полезна даже стрельба из лука. Почему стрельба из лука подразумевает несколько вещей? Во-первых, нацелиться, сосредоточить всё своё внимание, увидеть вдаль. Это очень хорошее упражнение как раз, знаете, для чего? Для концентрации, потому что для развития любого интеллекта нужна концентрация. Он тянет, задерживает лук, задерживает своё дыхание, и лишь только после этого, когда есть внутреннее чувство, что он свободен, расслаблен, он отпускает лук. Вот если все эти стадии сделаны, то же самое с каллиграфией, когда движение идёт на выдохе, вдохнули спокойно, проследили за спокойным дыханием, а потом провели рукой, мы развиваем уже визуально-пространственный интеллект в руке, в том числе, а не только в глазах и умственно. Следующий – это вербально, лингвистический вербальный интеллект. Это слова, это умение говорить, это выражать свои эмоции. Это ещё и вторая часть, и умение работать с информацией, то есть читаем книгу и понимаем, о чём эта книга. И потому что часто дети читают, они быстро читают, они понимают, о чём. Задаёте потом вопросы, они, да, вроде по секундам, там, по минутам время поставили, они прочитали положенное количество слов, а на вопросы не могут ответить. Вот. Это мы развиваем уже по-другому. Как развивает лингвистический вербальный интеллект? Вот в данном случае, когда ребёнок читает и не понимает. Оказывается, очень полезно читать про себя. Не только вслух, но и про себя. Потому что, когда мы вслух читаем, это развиваются одни центры. Когда про себя читаем, совершенно другие центры. Что происходит с человеком? Характеристики человека, у которого развитый лингвистический вербальный интеллект. Он хорошо запоминает письменную и устную информацию. Мы опять имеем дело с памятью. Потому что память работает со всеми видами. Он произносит убедительные речи. Почему? Потому что его мысль уже выкристаллизовывается. Если он проанализирует и проуверен в том, что он говорит, да, у него уже убедительная речь. Умеет хорошо объяснять, найти подходящие слова. Часто использует юмор, рассказывая различные истории. Что такое юмор? Это умение замечать какие-то детали и их преподнести с интереса. Поэтому юмор тоже играет большое значение в развитии интеллекта. Потенциальная карьера таких людей – это писатель, журналист, юрист, учитель. Как мы можем развивать этот интеллект? Во-первых, чтение стихов наизусть. Почему? Потому что… Почему именно наизусть? В любом случае память играет большую роль. Когда ребенок говорит наизусть, что происходит? Первый этап – это изучение текста. Второй этап, когда он анализирует. Они сочетаются вместе. Вначале анализируют. Благодаря анализу он учится наизусть. А когда он начинает произносить несколько раз, повторяет, уже не задумываясь о порядке слов, раскрывается третий уровень осознания, прочувствования того, что он говорит. Вот если ребенок уже хорошо говорит чужие слова, чужие слова, потому что стихи – это чужие, выверенные, правильно расставленные слова, в какой-то момент у него накапливается определенный запас, при котором он может и свои мысли тоже высказывать. Какой запас? Запас опыта, например, публичных выступлений. Он читает стихи маме, папе, учителю, в школе, где-то в каких-то местах. Его воспринимают хорошо. Постепенно он понимает, что его могут принимать без критики. И после этого он только… Хотя изначально дети ничего не боятся, если их не загубить, потому что иногда с сильной излишней критикой мы создаем комплексы, из которых детям очень сложно дальше выходить. Но если у ребенка есть хороший запас уверенности в том, что спокойно высказывать свое мнение, то дальше все идет легче и легче. Добрый день, друзья! Те, которые присоединились позже, вы потом сможете в записи посмотреть это видео уже в записи. А сейчас следим. Так, если ребенок плохо читает стихи, что имейте в виду плохо читает? Плохая дикция или он просто бесчувственно читает? Вот это разные вещи. Если плохая дикция, здесь, конечно, надо поработать с логопедом. А, сбивается. Сбивается, когда читает стихи. Подсказывайте. Не надо пока ругать, просто подсказывайте ему. В какой-то момент иногда… Вот если к нему в детском возрасте, в младшем возрасте, до того очень критически относились, иногда мама требуется, ты опять забыл, то у него возникает страх, как бы не ошибиться. И чем больше он боится, тем больше он ошибается. Стих «Заменить песни» тоже, Олег Горбунов, превосходная возможность, тоже заменить песни можно, потому что ритм, музыка, мелодия тоже сама вставляет слоги, слова, как бы они сами собой диктуются. Возможно, ребенку легче выучивать именно какие-то стихи в виде песен. Очень полезно проводить дискуссии, дебаты, рассуждения, когда начинают разговаривать, обсуждать, высказывать какие-то мысли. Практика публичных выступлений у детей свои, вот у взрослых свои. Устный и письменный пересказ, пересказать что-то, что произошло, где были вот эти сочинения, театрально-артистическая деятельность. Смотрите, насчет устного и письменного пересказа. Иногда детей, знаете, что останавливают в письменном пересказе? Если они не уверены в том, как пишется слово, они предпочтут его не писать, используют более знакомые, простые слова. Или выкидывают целые предложения из боязни, что к ним засчитают за грамматическую ошибку. Поэтому очень полезно, например, если в младших классах учитель на уроке математики не будет снижать ребенку оценку из-за грамматической ошибки, что происходит сплошь и рядом. Открываю тетрадь математики, у ребенка три или четыре. Почему? Потому что зачеркнула учительница красная ручка есть. Но что зачеркнула? Грамматическую ошибку. К математике это не имеет никакого отношения. Вот так и получается. Тогда, например, по литературному чтению можно задавать такие задания и сказать, знаете, возможно, для того, чтобы рассказать эту историю, вам придется вспомнить какие-то другие слова, которые мы не изучали. я буду исправлять, но из-за них оценку не буду понижать. Ваша задача – красиво рассказать. Понимаете? Мы снимаем страх. И тогда они начинают писать свои мысли, писать теми словами, вдруг новыми словами, которые приходят на ум, то, что они хотели бы использовать и проявиться. Так, читаю. Возможно ли развивать данный интеллект в рамках занятий по иностранному языку? Конечно, иностранный язык – это тоже лингвистический, очень даже интересно. Смотрите, у каждого языка есть своя логика. Логика построения, логика мысли, как выстраивается предложение. И можно сравнивать, можно смотреть, показывать. Смотри, по-русски мы об этом скажем так, а пока английский звучит так, немецкий, китайский, я не знаю, какой язык вы преподаете, то да. И чтение стихов тоже. Практику публичных выступлений, конечно, они могут свою какую-то мысль сказать на иностранном языке. Лучше запоминать стихотворение, часть читать вначале шептом, потом полголоса, потом громким голосом. Да, Ольга Овсянникова – очень хороший такой элемент. Это уже такие детали, они позволяют… Есть даже такой способ развития, например, голоса, для того, чтобы уверенность развивать и интонационное богатство. Что мы делаем? Берем стихотворение, одну строчку начинаем читать на низких нотах, вторую строчку повыше, еще повыше, еще повыше, еще повыше. И так постепенно у них развивается гибкость речи, тембральное богатство. Можно, конечно, ускорять, замедлять. Это уже различные детали. Идем дальше, друзья мои. Следующий – это логика, математический интеллект. Вначале вообще-то считали, что интеллект как раз касается и логики, математики, все остальное. Ну да, это просто набор знаний. И смотрите, что мы делаем. Это всего лишь в концертном циве Гарднера это один вид интеллекта. Какая сильная сторона у людей, которых логика, математический интеллект развит? Они очень быстро распознают закономерности. Не случайно, вот когда Фибоначчи вывел свой ряд, вдруг заметил, что, оказывается, если это начертить, то получится такая вещь, что оказывается в природе все цветы, там подсолнух, какие-то вещи, движения планет подчиняются определенным законам цифровым математическим закономерностям. И вот это как раз сильная сторона логического интеллекта, логики, математики. Они мыслят абстрактно, потому что цифры – это абстракции. Таковые цифры – это неощутимые вещи. Они любят проводить научные эксперименты и с цифрами, и по физике, и по химии в различных вещах. А что будет? А что, если так? Так, а что иначе? Как иначе? Очень хорошо решают сложное вычисление. Так, я сейчас слушаю. Неправильно. Исправить обязательно, чтобы дети учились параллельно с математикой и грамотному языку. Людмила Шацила. Я с вами согласна. Исправлять надо, но понижать оценку по математике нельзя, понимаете? Потому что ребенок получает оценку по математике. Исправляйте, пусть думает. А вот математик… Друзья, мой вопрос в другом. Урок математики – ребенок оценку получает за математику. Исправляйте, но оценку не понижайте. Если ребенок математическую задачу правильно сделал, это получается, что за одну и ту же ошибку он дважды осуждается и по математике, и по русскому языку. Тогда он перестает изучать математику. Я это проходила. Это было. Вот в чем суть. Конечно, надо исправлять. Исправляйте. Показывайте, что это неправильно. Но я оценку буду ставить по математике чисто за математику, за умение высказывать свою речь. Вот здесь. И ЕГЭ – это другое. Друзья мои, до ЕГЭ еще надо дожить. А когда мы запугиваем детей в первом, втором, третьем классе этими, у них перестает работать с желанием. Ребенок разочаровывается и перестает математику изучать. Какой интерес мне математику правильно там решать, учите эту таблицу о умножении, если все равно из-за грамматической ошибки мне понизит оценку. Я не по... Вообще я против оценок, честно говоря. Против оценок. Исправлять надо, но на оценку не влияет. Вот. Это верно. Это верно. Обязательно. Ребенок должен знать. Даже можно сказать, открывайте свои тетради, выписывайте из математики все слова, которые я вам исправляла, и делайте работу над ошибками. Даже можно вот так сделать отдельно одно, отдельно другое, да? Ну все. Приступим. Как развивать логико-математический интеллект? Ну, конечно. Это же шахматы, шашки, домино. Очень полезно решать задачи китриз. Так. У Пушкина такие были точные расчеты при создании Онегинской строки и при шифровании десятой главы Евгения Онегина. Да. Вот смотрите. И математический интеллект, и лингвистический интеллект, они оба совпадают. Смотрите. Детективные задачи очень полезно решать. Вот. Пришли, увидели что-то, чего-то не ушли, учли и так далее. Есть куча задачников, где есть такие задачи. Дальше. Алгоритмизация проекта. Что это такое? Когда нужно что-то сделать, банально пойти в кино. Ребята, мы хотим с классом пойти в кино или на экскурсии куда-то. Нам надо решить эту задачу. Сколько человек идет, какой транспорт, сколько времени надо рассчитать, когда выйти, когда прийти, стоимость билетов. После кино мы пойдем куда-то, может быть, покушать, взять и рассчитать все эти элементы. Мы вышли идти в кино. Рядом, поблизости. Есть ли какой-нибудь парк, куда можно пойти еще погулять после? И смотрите, это алгоритмизация проектов. Когда мы берем большой проект и делим на части. Да, дикс-лексиком и сложна математика. Да, верно. А может, природа так и специально сделала, чтобы у них акцент был на развитии других видов интеллекта, друзья мои. Не обязательно, чтобы у человека были все девять видов интеллекта, развиты одновременно хорошо. Как раз именно в этом различии проявляется индивидуальность человека. Да? И логическое осмысление проблемы. Это когда задается определенная проблема или установка. Мы смотрим тезис, утверждаем, потом оппонент высказывает антитезис, или один человек это делает, а потом синтезируем. И привносим единое решение. Что здесь хорошего, что здесь плохого, и какой синтез. Усвоение математики помогает изучению музыки. Действительно. Друзья мои, самое интересное в этом множественном интеллекте, что развитие одного вида очень сильно помогает другому. Например, логики и математики великолепно разбираются в гармонии. Им интересен сам предмет гармонии в музыке, потому что все эти аккорды, музыкальные аккорды, это чистейшая математика. Это наука. Это не то, что муза пришла. Да, муза приходит. Но кроме музы, это чистая, точнейшая наука. Там не случайно Платон, кажется, числил математику в ряд наук. А я не сказала, что за грамматику. Ага, все. Есть какой-нибудь тип интеллекта? Есть. Дальше я вам о том расскажу. Обязательно есть. Телесно-киностетический интеллект. Это четвертый вид интеллекта, друзья мои. Это высокая координация своего тела. Эти люди хорошо танцуют, любят спорт, они чувствуют тело. Они любят создавать вещи своими руками, потому что руки у них вот как раз когда мы говорили насчет каллиграфии, как раз здесь и развивается телесно-киностетический интеллект. Только здесь мелкая моторика есть, крупная моторика. Это люди строители, ремесленники разных видов скульпторы, актеры. Как мы развиваем? Во-первых, это танцы, спортивные игры. Во время танцев, когда идет разминка, по очереди разминаются все тело. Даже больше, чем в спорте, потому что там нужна подвижность таких мышц, которые в спорте могут быть и не очень учитываться. Дальше внимание на свои внутренние ощущения. А что я чувствую? Вот я напрягаю. Вот вы прямо сейчас можете сделать такое упражнение. Вытянуть руку вперед, вот сложите палец, вот один палец сложите и понаблюдайте, а какие мышцы у вас сработали? У вас верхняя здесь мышца сработает, потом пойдет и до плеча. Если вы это почувствовали, то уже хорошо. Вот это и есть телесный интеллект уметь чувствовать. А дети не только дети могут чувствовать. У очень многих взрослых из-за психологических травм, каких-то внутренних запретов не чувствуется оторванная эта связь. Читаю комментарии. Музыканты легче научить ездить на велосипеде, когда работа рук и ног не синхронизированная. Да, с какого возраста можно учить каллиграфию. Да, как начали дети писать, уже параллельно можно учить. Вот когда они начинают вот эти маленькие вещи делать, это уже есть каллиграфия. Там можно постарше. Единственное, что больше всего мешает сейчас, усложняет процесс. Даже пианисты знают, что для того, чтобы играть легату, иногда руку надо оторвать и вставить. А детей учат писать не отрывая руки от бумаги. Иногда это очень ошибочно. Это очень сложно, когда вы не отрываете, ребенок сидит и трижды крутит эту букву, чтобы вспомнить, как не отрывая его связать с другой. Можно вот взять и отдельно сделать. Да, друзья мои, презентацию можно скачать. Что? Развиваем тактильное восприятие. Каким образом? прикасаемся к различным поверхностям. Вот здесь у меня тут цветы. Потрогать цветы, вазу, холодные, горячие, чувствовать. Иногда с закрытыми глазами очень полезно. мешочек с разными вещами трогает, потом берет навес, ощущает, даже если это вначале видит какие-то вещи, если у ребенка к страте есть страх, лучше, если он заранее увидит, что это такое, что там нет ничего опасного, потом с закрытыми глазами он прикасается к чему-то и по ощущениям рассказывает холодное, горячее, плоское, что это может быть, а потом угадывает какое-то из веществ. Посоветуйте, пожалуйста, литературу по каллиграфии. Анна Иванова, вы знаете, есть целые списки, если вы в Яндексе забьете, очень много литературы, даже ВКонтакте есть целые группы, которые этим занимаются, множество книг. В конце слайдов есть, как раз у меня в слайдах есть ссылка на сайт, где вы можете совершенно спокойно пройти тест по интеллекту. Если вы в интернете забьете тест на интеллект, у вас есть очень много разных бесплатных тестов. Вы заполняете и получаете даже направление по профессии, какую профессию можно выбрать с такой выборкой. Синергии чувств. Что такое синергии чувств? Например, я использовала в музыке, когда для развития абсолютного слуха. Мы играем одну ноту и пытаемся, прикрыв глаза, почувствовать, а какого цвета эта нота, а какой запах у этой ноты, по вкусу что напоминает, ощущение, тяжесть, место в пространстве, цвет. И когда все описывали, разбирали, потом вторую ноту, третью ноту, а потом, когда играла обратно ту же самую, ребенок уже воспроизводил, он вспоминал, а какого это цвета. И благодаря цвету мы определяли ноту, это синергическое восприятие, то очень полезная вещь, которую мы можем развивать в себе. Например, все шеф-повара, они прекрасно разбираются, вот, смотрят они, они уже по цвету в голове своей представляют, какой запах подойдет, какое приправа с этим или с другим. И вот таким же образом мы можем развивать синергию чувств. Очень сильно помогают аутотренинг и медитаций. Почему? Потому что что такое медитация, аутотренинг? Они всегда начинаются с того, что наложитесь, почувствуйте, вдохните по всему телу, выдохните, почувствуйте свое тело, ноги, руки, голову, там, кожа под головой. Например, есть йога-дидра, в йога-дидре, когда лежишь и голос говорит, почувствуйте большой палец левой ноги, потом правой ноги, голень, стопу, колено. И когда вот обращают внимание, ты начинаешь чувствовать свое тело. В обычной жизни мы свое тело чувствуем только тогда, когда оно болит. А когда оно болит, мы на него даже не обращаем внимания. И вот аутотренинг и медитация позволяет нам лучше чувствовать свое тело. И таким образом развивается телесно-кинестетический интеллект. И дошли к музыкальному интеллекту, друзья мои. Как раз у нас здесь много музыкантов. Приветствую всех музыкантов. Я сама тоже музыкант. Сильные стороны – это чувство ритма, слух и музыкальный талант. К тому же знание развития музыкального интеллекта помогает. Звук пропал. Скажите, у всех пропал звук или только у Надежды? Друзья мои, звук идет хорошо. Отлично. Тогда Надежде напишите, пожалуйста, пусть она перезагрузит еще разочек, тогда звук у нее восстановится, скорее всего. Ну что ж, друзья мои, развитие музыкального интеллекта помогает чему? Во-первых, умение быстро изучать языки. У каждого языка своя специфика, своя мелодика. Если развит музыкальный интеллект, то вы легко запоминаете на слух речь. Дальше очень помогает в изучении математики и других каких-то наук. И, конечно, телесный интеллект тоже связан с музыкальным интеллектом. Почему? Потому что человек, когда вы слушаете музыку, ваше тело хочет танцевать, если это танцевальная музыка, они взаимосвязаны. Мы музыку слышим не только ушами, но и клетками тела. Это внутреннее такое ощущение. Что входит в это музыкальный интеллект? Когда человек играет на музыкальных инструментах, поет, легко угазывает в музыкальной композиции, хорошо запоминает песни и мелодии, понимает музыкальную структуру, ритм и ноты. Как мы его будем развивать? А развиваем мы следующим образом. Пение песен. Самые распространенные это поем песни. Дальше игра на музыкальных инструментах. Что это дает? Любой музыкальный инструмент включает в себе две руки. Скрипка так, фортепиано или что-то другое. У нас работают две руки, и благодаря этому синхронизируется работа головного мозга, двух полушарий. поэтому очень рекомендую детей давать музыкальную школу. Это способствует общему развитию интеллекта, улучшает умственные способности по всем абсолютно предметам. Плюс еще развивает знаете какой интеллект лингвистический, потому что дети, которые играют, поют песни, выступают, выходят на концерт, они начинают чувствовать публику. Раз, мы дальше пойдем, какой это будет интеллект, учатся высказывать, выступать публично, даже если не словами, то если песня, то, конечно, и слова здесь есть, и все остальное. Так, смотрим, тут у нас сообщение пришло, чисто писание, раньше в школах было принято, отрывное письмо, пошло, когда начали учиться мои дети лет 40-50 назад, и это было настоящее дидактическое вредительство. Да, неотрывное письмо очень сильно помогает, поэтому как только дети выходят из начальной школы, они прекращают неотрывно писать, вот эти соединительные штучки, это ерунда. Ни один взрослый человек, если он не учитель младших классов, не соблюдает этих правил. Зачем это заставлять детям? я просто не понимаю. Идем дальше. Как развиваем? Поем песни, играем на музыкальных инструментах, и, конечно же, друзья мои, танцы, танцы, движения. В танцах что идет? Ощущение ритма, ощущение стиля, характера, образа, двигаться под музыку, шагать под музыку. Шаг меняется, один такой, а другой немножко такой играючий, под джазовую музыку. Одна ходьба под классику, под Бетховена, другая ходьба, если там звучит полико, это легкое подпрыгивание, развивается и музыкальный, и телесно-кинестетический интеллект. И дальше уже идет, смотрите, прослушивание музыки и анализа на телесном, чувственном, мыслиственном уровне. Это о чем речь. Когда мы слушаем музыку, мы вначале слушаем, мы запоминаем ее, красивая мелодия, нам нравится. Это любительский уровень. Дальше мы начинаем чувствовать, а что мое тело чувствует, когда я слушаю эту музыку. Сердце начинается биться сильнее, спокойнее, хочется двигаться, хочется полежать или что-то чувственное. мне радостно, мне грустно. И дальше мыслительно. Смотри, вот здесь эта мелодия повторилась, здесь случилось вот это, а вот здесь вот это. И получается, что мы анализируем музыку на разных уровнях. Вот это уже есть более глубокое изучение интеллекта, уже более развитый интеллект, когда человек может анализировать музыкальное произведение. Дело в том, что в школе уже с самого начала, в общеобразовательной школе заставляют делать ребенка вот этот анализ, музыкальный анализ, а в начале это надо почувствовать, полюбить эту музыку. И лишь только начинаем вот изучать это, да, уже сравнивать, сопоставлять повторения, соединения, как это развивается, как идет драматическое развитие. На уроках английского языка мы вообще печатными пишем? Да, в последние годы перешли к печатным вообще в английском. Это тоже крайность, не самое лучшее. Вот можно что-то среднее оставить. Чем больше изменений, тем не считается, что это хорошо. Я так считаю, это мое личное мнение. Межличностный интеллект это как раз то, как мы с вами общаемся, что мы говорим с вами, как мы говорим, как мы коммуницируем, как мы друг друга симпатизируем или нет. Имеет навык в невербальном общении. Что это такое, когда я слушаю и мои глаза показывают мое внимание. Я слушаю или понимаю, когда человек мне обманывает или говорит честно. Вот эти моменты создают позитивные отношения с другими, способен разрешать конфликты. У детей это очень важно. Потенциальная профессия это медиатор, психолог, консультант, куч, это менеджеры, которые продают политики. Как мы развиваем межличностный интеллект? Совместными играми. Дети когда играют в парах, вдвоем, троем, вот это и есть межличностный интеллект. Они начинают друг с другом договариваться. Порой нам не надо им мешать, не разбирать, не входить в их разборки, пока они не просят помощи. Пусть ссорятся, мерятся, пока не бьют друг друга, все нормально. Даже иногда когда бьют, так чуть-чуть. Мальчики иногда дерутся из-за того, что им надо просто размяться. Не из вражды, а потому что надо размяться и померить силы. Ну, тогда смотрите, чтобы рядышком ничего не мешало им, не вредило и пусть. Разомнуться, говоришь, ребята, спокойней, не разбейте парты стола и все. А другое дело, когда возникает серьезный конфликт. Вот здесь как раз-то и надо развивать межличностный интеллект. А что ты хочешь сказать? А почему у вас так вышло? А что он хочет сказать? А ты услышал, а ты спросил, а почему так? А как иначе можно это объяснить? То есть мы развиваем межличностный интеллект, желание понимать другого человека. Здесь помогают командные действия, проекты, когда совместно что-то делают, делегируются, делятся, вот ты занимаешься этим, ты этим, ты этим, а мы вместе делаем общее дело. Это командные действия. Ролевые игры. Ролевые игры, когда театральная деятельность, представляем отрывок из литературного произведения, берем по ролям, читаем, потом обсуждаем, кто что чувствовал, какой герой что чувствовал, когда говорил все это. Дальше это изучение эмоций проявлений, какие эмоции вообще есть. Это эмоциональный интеллект, который сейчас очень модно развивать, да, вот это и есть часть межличностного интеллекта, составляющая часть. То есть мы изучаем эмоции, как они проявляются, как можно по-другому проявить вот это, и познание в психологии. Так, слушаю, считаю, если бы с этим материалом знакомить всех детей до выбора профиля в девятых, одиннадцатых, они бы, может, не ошибались в выборе. Да, друзья мои, вот когда смотрим интеллект, какой у человека более развит, на что он больше обращает внимание, тогда действительно. Смотрите, внутриличностный интеллект – это один из самых важных интеллектов. Те, у кого они очень сильны, это люди, философы, писатели, ученые, они очень хорошо развитые. У интровертов, которые меньше общаются, мало себя показывают, но они внутри себя хорошо себя знают, наблюдают за собой, за своими ощущениями, как они воспринимают других. Это самоанализы, саморефлексия у них очень сильная. Иногда человек занимается самобичеванием, вот у него внутриличностный интеллект очень довольно-таки высокий, только неправильно направленный. Если мы говорим вместо того, чтобы обвинять себя, давай назовем это по-другому, назовем это зона роста. Вот то, что не нравится, давай будем смотреть, что вот эту вещь можно развивать, можно улучшить. Хорошо понимают эти люди свои слабые и сильные стороны, они себя адекватно оценивают, любят анализировать теории идеи, у них отличное самосознание четко определяет свое эмоциональное состояние. Мне грустно, мне хорошо, мне плохо. Не все это умеют делать. Кстати, как развивать? Это самоанализ поступков, мыслей, чувств. Давайте обсудим, что вы сегодня сделали. Остается вопрос, а почему это было сделано, какие мысли заставили вот так действовать. И таким образом, когда задаем вопросы, ребенок находит ответы. А какие мысли заставили делать так? А если бы были другие мысли, какие были бы чувства, какие были бы поступки, если бы другие чувства, как они бы повлияли на мысли. Дальше очень полезно введение дневников. когда составляется дневник, что я делал? Очень полезен дневник благодарности, все, что хорошее в моей жизни сегодня произошло, и все, что можно улучшить. Не то, что плохо было, да, это было плохо, а вот что я могу улучшить в этом? Не то, что там меня обидели, что я могу улучшить? Убить его. Нет, он виноват, я не виноват, это меня обидели. Хорошо, меня обидели. А почему меня обидели? Мне сказали, что я это не могу. Действительно, я не могу. Или мне может в этом немножко поработать, чтобы я смог это делать лучше, или объяснить получше, или лучше с такими не связываться. Тоже вариант решения. Медитация, аутотренинг тоже очень сильно помогает внутри личностный интеллект, потому что человек начинает понимать и чувствовать себя, и тем более таким людям, кстати, у кого высокий внутриличностный интеллект, им просто необходимо медитаться, потому что им нужно расслабиться. Они очень много думают, часто много думают, мало делают, и чтобы расслабиться, снять напряжение умственное и самобичевание, вот им нужно это и сделать. Интеллект с постоянным развития на протяжении жизни, думаю, доминирует в разном возрасте, в разных жизненных ситуациях, в разные его типы. Великолепно! Да, именно так и есть. Вот когда у меня интерес в этой стороне, у меня развивается вот этот, в той этот. Но иногда я рассчитываю, что для достижения вот этой цели мне не хватает вот этого. Значит, я могу развить вот этот интеллект. И тогда получается, например, если мне не хватает дисциплины, какой интеллект надо развивать? Внутриличностный интеллект. Он самый необходимый для достижения любых целей. Поэтому смотрите, четвертый это цель, ставим цель, планируем, следим за реализацией, а потом анализируем, что получилось, что не получилось. И развиваем внутриличностный интеллект. Следующий вид интеллекта натуралистический интеллект. Это способность читать и понимать природу, чувствовать его. Это биологи, защитники природы, садовники, фермеры. Они наслаждаются природой, выходят на улицу, на природу, в лес и просто отдыхают. Они чувствуют ее. Как мы развиваем? Наблюдение за природой, ведение дневника, погода, температура, описание и так далее. Изучение природы через книги, видеоматериалы, сейчас столько великолепных фильмов про животный мир, про водный мир, про все, что угодно. Это можно выращивать цветы, ухаживать за животными, дрессировать их. и, конечно же, изучение астрономии. Помогает развивать натуралистический интеллект, чувствовать природу. И последний, девятый интеллект, друзья мои, это экзистенциальный интеллект. Это мышление философов. За кто я, зачем я, что было до, что будет после, что я делаю. Эти люди склонны к постоянным рассуждениям. И эти рассуждения влияют на все абсолютные их действия. Смотря к каким выводам они пришли, этим окрашивается вся остальная жизнь. Вообще, какой бы интеллект они ни взяли, окрашивается экзистенциальным интеллектом. У многих вообще не задумывается об этом. Просто они берут общую идею, которая распространяется в интернете, вокруг, в семье, в окружении, в среде, в какой они находятся. Дай Бог, чтобы это была хорошая идея. И развивают ее. Если же человек задает себе вопросы и ищет ответы, то это проявляется в его рудах творческой работе. Обычно это художники, артисты, композиторы, режиссеры, религиозные деятели, психоаналитики, режиссер, сценарист, писатель, поэт, не может быть без экзистенциального интеллекта. Иначе он просто, как говорят, копирайтер, он пишет просто тексты. А если он творит, то там есть как раз суть. Как развиваем экзистенциальный интеллект? Изучением сказок, мифов и легенд. Потому что первичные идеи и вечные идеи мира заложены в них. Размышляем над философскими вопросами, обсуждение дискуссий по поводу социальных явлений в мире, которые сейчас происходят, которые были в различные времена, как их решали. Анализ героев произведения искусства, их мотивы, поведение, влияние среды. Вот такие девять видов интеллекта, друзья мои. И вот ссылка на сайт, это один из видов сайта. Я ее прошла вчера, как раз специально посмотреть, как он работает. Прекрасно, но оказалось, это не единственный тест. Вы можете забить в интернете тест на виде интеллекта. И можно прямо в прямом эфире, то есть прямо там вы пишете, получаете результат в процентном соотношении, система сама считает. Спасибо. Сегодня мы вспомнили студенческое советское обучение в педагогическом институте. Благодарю вас, Елена Сергеевна. Ну что ж, и завершаю, так, нет, еще не завершаю, осталось два слайда. Пять основных принципов развития интеллекта. Во-первых, ищите новшества в любом деле, которое вы делаете. Бросайте вызовы, выходите за рамки. Вот когда вы выходите за рамки, то это великолепно. Мыслите творчески, не идите легким путем, будьте в сети, общайтесь с теми, кто силен в этой теме, потому что если вы между собой обсуждаетесь, делитесь мыслями, то вы развиваетесь, не стагнируетесь, а идет развитие, обмен мыслями. И вот две цитаты Горда Гарнера, основателя, вот изобретателя этих девяти, ученого, который выделил эти девять видов интеллекта. Друзья мои, вы скачаете слайды, в слайдах есть интеллект, вы просто на эту ссылку, вы нажмете на нее и попадете, хорошо? У каждого человека есть уникальная комбинация интеллекта, это фундаментальная образовательная задача, уникальная комбинация интеллекта, друзья, развивать именно тот вид интеллекта. Друзья мои, через пару дней будет в ютубе уже этот вебинар, вы сможете еще его раз, еще разочек посмотреть. Так, вот, вам написала. Ага, благодарю вас, благодарю вас, друзья, спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я завершаю. Сейчас вам расскажет Татьяна Телегина, как вы можете приобрести сертификаты. До свидания, друзья мои. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова